В рамках ежегодного молодежного форума Мини-Иволга в Акмулинском университете проходил акселератор студенческих проектов «Созидатели». Это университетская программа, главная цель которой – выявить и развить студенческие инициативы. На открытие состоялось знакомство с организаторами и экспертами. Директор акселератора, резидент Тавриды в республике Башкортустан Вильдан Исянгельден рассказал о проектных форумах, проводимых в республике и за ее пределами. О том, какие возможности открываются перед участниками. Ежегодно такие мероприятия объединяют на одной площадке самую активную и талантливую молодежь со всех уголков страны. Среди них много студентов БГП имени Мефтахидина Акмулы. Главные активисты университета поделились опытом участия в форумах. Рассказали о своих проектах. «Сегодня наиболее актуальным трендом воспитательной социальной работы со студентами является вовлечение их в социальную практику, когда, как говорится, от слов к делу. Молодые люди видят определенную проблему и своими усилиями находят решение этих проблем. Выезжают в тот или иной район, город, село, деревню и самостоятельно решают эти вопросы в кругу единомышленников с формируемой командой. Сегодня, по многим показателям, ВУЗ лидирует. Очень большое количество ребят, студентов педагогического университета, выигрывают гранты и привозят их для того, чтобы делать полезные, интересные и добрые дела уже в университете. Я надеюсь, что этот форум не станет исключением и позволит педагогическому университету и его студентам прийти к новым победам и новым успехам». На протяжении трех дней, с 17 по 20 февраля, студенты под предводительством опытных наставников занимались разработкой проектов, направленных на решение актуальных проблем региона и улучшения работы университета. Организаторы «Акселератора» подготовили лекции и мастер-классы, которые помогли участникам в подготовке и реализации своих идей. Завершением мероприятия стала защита перед экспертами. Было представлено 35 конкурсных разработок. «Наш проект – это мобильное приложение для вузов, получается. То есть это как госуслуги, только для вузов как раз таки. То есть все всякие там справки, информация о вузе, все в одном приложении и все доступно получается так». По итогам жюри определило проекты и победители, рекомендованные для выделения финансирования, дальнейшего развития и тиражирования. Итак, лучшими проектами были признаны. Первое место занял проект «Делай ставку на ЗОЖ». Второе место – школа-студия веб-дизайна полного цикла. И третье место – цифровая лента жизни.